Так, как мы выяснили, рыбой довольно легко подойдутся трассировки. Теперь я хочу узнать, способен ли я выучить что-то новое. Прямо сейчас я буду пробовать себя саббординги. В руках я держу тот самый сабборд. Это такая доска, на которой нужно плавать. Она надувная, плавает по одному. Либо на коленях, либо стоя на ногах. И с помощью этого весла мы гребем и плывем. Звучит все это в теории довольно просто, но мне уже не терпится испытать свой саб на практике. Так что погнали! В этом мне поможет сейчас Владимир. Да? Да. Очень приятно. Меня зовут Влад. Так, что такое вообще сабб? Зачем он нужен? Как на него встать? Как балансировать? У меня столько вопросов. И хочется попыстрее все сделать, на самом деле, потому что это прям забораживает. Сабб – это же доска с веслом. То есть это не сложно, это очень просто. Встают дети, старики, кто угодно. Но я вот никогда не катался на скейборде, никогда не катался на сноуборде и на серфе, уж тем более. Насколько легко мне будет даваться сабб? Слушай, ну еще легче, чем на велосипеде. Серьезно? Да. Тогда я за. Тогда я за. Что нужно делать? Нужно делать. Ну давай, я тебе немножко поинструктирую. Окей. Вот, смотри. Самая важная вещь – это весло. Вот, держи. Оно, видишь, немножко изогнутое. Оно отличается от обычных весел. Ну, конечно. Чтобы стоя угол был более эффективным для гребли. Вот, соответственно. То есть получается, я вот так держу. Да, вот ты держишь абсолютно правильно с первого раза, видишь. Это уже успех. Это уже успех. Вот. Посадка на доску осуществляется. Смотри, каким образом. Она, особенно в первый раз, ее лучше делать с коленей. Ну, то есть мы спокойно на коленях заползаем сюда. Вот здесь у нас такая есть лямочка. У каждой доски есть лямочка в центре. Это и центр тяжести, и центр всех усилий. И это самая устойчивая позиция здесь. Соответственно, и сидим мы здесь, и встаем мы тоже рядышком с ней. Вот. Еще здесь такая интересная штука. Называется страховочный лиж. Она унаследована от серфинга, чтобы не потерять доску. То есть мы в любом случае можем упасть в воду. Конечно. Или захотеть покупаться. Очень бы не хотелось, но, конечно, да. Да. И пристегиваем ее к лодыжке. Угу. Вот. Это несложно. Потом мы отталкиваемся и немножко отплываем. И привыкаем к доске минут 15. Потом мы кладем весло перед собой. Переносим центр тяжести на руки. Угу. Потом переносим центр тяжести на наши стопы. Это чтобы встать уже. Да. Это уже чтобы встать. Плавненько поднимаемся. Спина прямая, попа назад. Колени чуть-чуть согнуты. Как в лыжах на самом деле. Вот чуть-чуть подпружинены. Вот лыжи я испытывал, да. Вот это уже хотя бы... Абсолютно та же тема. Слегка подпружинены. Слегка, да. То есть чтобы ты понимал вот это вот. Слышки не качаются. Чтобы вот эту вот волну поймал. Все. И так же гребешь вдоль борта аккуратненько. Только уже стоя. Да. Шикарно. Шикарно. Все пробовать надо уже? Да. Все, меняемся местами. Проходи, пожалуйста. Так, сначала я на коленях. На коленях, да, да. В первый раз. Лучше так-так-так, спокойно. Опа-опа. Так-так-так. Все, вот это центр. Да, это центр. Вот. У нас вот там сейчас лыж пристегиваем. Да. Вы все это видите? Я делаю это первый раз. Первый раз ради вашего удовольства. Ради вашего развлечения. Господи, боже мой. Сильно не затягивай, все нормально. Все, окей. Так, я оставлюсь на коленях. Да. Я в самом центре. Так. Беру весло. Все, можешь отталкиваться от берега и плыть. Все, ты плывешь. Я плыву, действительно. Я поплыл. Минут 15 я могу вставать, да? Да, да, да. Можешь раньше, конечно, но попривыкни сначала к воде просто. А грести точно так же? То есть слева-право? Да. Владимир, а сколько движений нужно вправо, влево? Вот сколько толчков? Пока нравится курс. То есть чуть левее, чуть больше справа и наоборот. А вот этой рукой хвататься за самый верх? Да, за вот эту перекладинку. Ага. Владимир, а как сегодня водичка? Водичка просто горячее парное молоко. Весло перед собой. Вот так? Да, туда вес перекладываем на руки, поднимаем ноги по очереди, либо одновременно. Ножки пошире. Пошире? Да, да, да. Так, сейчас. Сейчас. Так. Все это сейчас должно получиться. Еще шире? Нормально, нормально, давай. Еще нормально. Потихоньку. Ноги подпружинены, спинка прямая, попа назад. Вот. Все, тихонечко веслом добавляй. Давай, давай, давай. Вот так. Ножки прям попробуй расслабить. Прям попробуй вверх-вниз попрыгать. Ну, не попрыгай в смысле. Я понял, попружинить. Да, попружинить, да. Окей. Ну, давай, давай сюда к нам. Слушайте, это круто. А то, что у меня одна нога немножко назад, а другая вперед. Ну, для начала это нормально, а потом научишься как бы чуть более-менее ровно вставать. Все хорошо. Красавчик. Конечно, радоваться еще рано, так как я не пришвартовался, но я считаю, что САП я освоил. И тем более я готов заявить, что сегодня вода в проигрыше остается. Да, точно. Вода остается в проигрыше. Оп. Все хорошо. Вода 0, Влад 1. О себе в третьем лице в таком случае говорить приятно. Главное, не забудьте стягнуться, чтобы лицом, так сказать, в песок не упасть. Спасибо, ребят. Смотрите продолжение дальше. Совсем скоро мы вернемся в эфир.